Окей, здравствуйте, господа, я вас всех приветствую. Большое спасибо, что решили посетить нашу комнату. Сначала я вижу, тут у нас много новых. Сначала я хочу представиться. Меня зовут Майкл Лившиц, я сам родом из Риги. Живу в Америке уже с января 1980 года. В сетевой бизнес я попал в этом же году, в августе. То есть я нахожусь в сетевом бизнесе с августа 1980 года. Так что, как вы видите, у меня было очень много и успеха, и были минусы. Я прошел огонь, воду и медную трубу. Видел, как компании взрываются, видел, как они лопаются, как мыльные пузыри. Видел, как сотни людей, может быть, даже больше, которые мне писали и звонили. Майкл, есть такой классный проект. Это будет проект номер один. Этот проект лопался через год, через два, через три. Поэтому я видел все, и хорошее, и плохое. Конечно, хорошее я видел намного больше. У меня были очень большие достижения. Одно из... Я не буду говорить о своих всех достижениях. Скажу о моем последнем достижении, которое у меня произошло за шесть лет. С 2014 года. Вот 2020 год. Я тогда попал в бизнес криптовалюты. К чему я вам это говорю? Не имеет значения, какой бизнес, а какой продукт. Есть такое выражение. Тренд. Прогресс. Прогресс – это то, что остановить никто не может. Нравится вам или не нравится, это не имеет никакого значения. Захотите вы в этом работать? Захочу ли я в этом работать? Прогресс остановить не может никто. Тренд. Первое, когда я попал в тренд, это была криптовалюта. Хотя я занимался с продуктами здоровья. Я много чем занимаюсь. И до сих пор мой самый долгосрочный бизнес, в котором я нахожусь до сих пор, это бизнес финансовый с 1991 года. Это до сих пор я нахожусь в компании, которая до сих пор мне платит. Они платят как раз в месяц. Хотя я уже более 20 лет ничего в нем не делаю. Благодаря тому, что я построил большую структуру. Там уже свои лидеры есть, которые даже меня не знают. Они работают, бизнес развивается, и я получаю деньги. То есть я добился этого пассивного дохода. Когда я попал в компанию криптовалюты, то есть я тогда ничего не понимал, я совсем не знал, что такое биткоин. Мне говорили на эту тему, понятия не мог. Даже не мог никому ничего объяснить. Единственное, что я понял, одну вещь. То, что те люди, которые поймут сегодня, то, чем мы занимаемся, это не криптовалюта, то люди поймут, что это тренд, вот тогда у вас будет большой результат. Первые полтора года у меня не получалось ничего. Я разговаривал с людьми, я выставлял очень много информации на интернете. И, кстати, это мне и помогло. Потому что, в принципе, секрет сетевого бизнеса, он очень простой. У вас в руках есть информация. То ли это информация, то ли это продукт, это не имеет значения. Это информация. И чем больше людей увидит эту информацию, от этого и будет зависеть ваш рост, ваш успех. Даже если эти люди не стали вашими дистрибьюторами сегодня, это тоже не имеет никакого значения. Это все занимает время. И поэтому первые 18 месяцев, полтора года, когда я занимался с криптовалютой, ну, там я подписывал кого-то, тут, здесь, ну, оборот был очень маленький. И через полтора года, за следующие 4,5 года, я заработал, господа, готовы? Тысячу биткоинов. Ну, знаете, как говорят, не сколько ты заработал, сколько у тебя осталось. У меня осталось 469 биткоинов. 400 биткоинов я подарил своей дочке на свадьбу. Она до сих пор их не потратила. У нее они есть все. Она, слава богу, Накан Мэгэд, у нее очень хорошая специальность. Она стала доктором наук еще в 29 лет. По криминальной психиатрии работает на самую крутую американскую правительственную структуру. Это я имею в виду силовую структуру. Ее муж тоже, они очень хорошо зарабатывают. Ну, я им подозрел такой подарок. И у меня еще осталось 69 биткоинов. И все это я достиг только потому, что первое, я в это поверил, а то, что я верю в себя уже давно. Второе, я попал в тренд. И третье, я попал в компанию до того, как произошла критическая масса. Что такое критическая масса? Через нее проходят или прошли все компании, которые торгуют миллиард долларов в год, то ли это сетевые компании, то ли это, например, как Microsoft, то все эти компании, которые торгуют уже миллиард долларов в год, это все те компании, когда они начали торговать 50 миллионов долларов в год, происходит вот эта критическая масса, которая может длиться от одного до трех, от одного до пяти лет. И компания с маленького до большого доходит очень-очень быстро. И получается, те люди, которые пришли в компанию до критической массы, происходит такой взрыв, что люди начинают зарабатывать такие деньги, даже не понимая, откуда это все пришло. Я не буду сегодня вам это все объяснять. У меня есть тренировки на эту тему. И все свои тренировки я обычно выкладываю в моей закрытой группе на Телеграме. Вы всегда можете туда зайти и получить всю эту информацию. Единственное, что я скажу, перед тем, как я начну рассказывать наш маркетинг, мы сделаем сейчас сравнение. Просто поанализируем. Я буду анализировать слух, вы просто послушайте. И вы тоже можете сделать сами для себя свой анализ. Почему это очень важно? Ну, это очень важно, потому что на этом держится вся экономика всего мира. Вы все знаете, что такое финансовая биржа. Их, в принципе, самые основные биржи. Их три в мире. Одна в Нью-Йорке, одна в Японии и одна в Англии. И через них уже во всех странах мира, почти во всех странах мира, на территории СНГ очень много ответвлений этих бирж. И, например, извиняюсь. Например, Нью-Йоркская биржа, на ней проходит оборот в сутки более триллиона долларов. Я не помню, сколько точно, один или два, но более триллиона долларов. Триллион! Вы даже себе не представляете, что это цифра. Этот оборот происходит в сутки. Что это такое? Все те компании, которые трейдаются на мировой бирже, в основном их не так много, это все очень крупные компании. И сидят аналитики в этих компаниях. Они сидят перед компьютером 24 часа в сутки, потому что они анализируют все, что происходит в мире. Особенно, если та или иная компания, ту или иную акцию, которую они хотят купить. И они смотрят, есть ли то, что происходит в мире, дает для них плюс или минус. Короче, очень много. Я даже всего сам не знаю. Это очень грамотные люди, этому надо долго учиться. Это очень одаренные люди. И они анализируют. И вот, благодаря их анализу, они приходят к выводу, купить ту акцию или эту, и купить, и когда продать. И во время, когда работает открыта биржа, то эти акции покупаются, продаются, покупаются, продаются. Философия очень простая. Когда акция поднимается, ее надо купить, когда она опускается, когда она опускается, ее надо купить, когда она поднимается, ее надо продать. И так продолжается очень много раз в сутки, и от этого такие большие суммы. Как они анализируют? Один из самых больших анализов, они обычно сравнивают свою компанию, особенно, если эта компания молодая, как мы, потому что мы в бизнесе только один год. Они начинают анализировать, как наша компания прошла за первый год под сравнение с какой-то другой компанией, которая имеет, например, такой же продукт или такую же информацию. Поэтому, господа, давайте проанализируем, так же, как делают аналитики, и сравним две компании. Первая компания – это Гатбекап, и тот продукт, который мы продаем, а вторая компания – Драббакс. Или наоборот, Драббакс – первая компания. Драббакс на сегодняшний день имеет уже 700 миллионов подписчиков. То есть 700 миллионов человек, которые покупают, пользуются их продуктом, который точно такой же, как нас. Не лучше и не хуже. Окей? И у них уже 700 миллионов подписчиков. И эта компания не находится на платформе сетевого бизнеса, потому что мы первая и единственная компания в мире, которая находится, продает этот продукт, но на платформе сетевого бизнеса. Поэтому мы первая и господа. Это уже большой плюс. Значит, Драббакс открылась в 2011 году. И с 2011 года, за следующие 7 лет, до 2018 года, они подписали 100 тысяч подписчиков. То есть за 7 лет 100 тысяч человек стало ихними членами и купило этот продукт, тот же самый, который продаем мы. Я даже не буду сейчас особенно рассказывать о нашем продукте. Опять-таки, я просто повторю, эта информация у нас очень много. Самое главное сейчас провести, чтобы вы поняли, что такое тренд и что такое критическая масса. и как важно знать, что вы попали именно в правильное время и в правильное место. Так вот, за 7 лет эта компания подписала 100 тысяч людей, 100 тысяч членов, которые начали использовать этот продукт. И за следующие 6 лет, то есть до 2024, то есть сегодняшнего дня, ихний бизнес взорвался до 700 миллионов людей. То есть, представляете, у них произошла критическая масса от 100 тысяч человек и произошел такой взрыв, что если бы наша компания торговала бы сегодня, я даже не буду говорить 700 миллионов, 50 миллионов, если бы вы сегодня подписались и через год компания торговала бы 50 миллионов, даже 3 миллиона. Вы даже не представляете, что это было бы значило для вас. Так вот, господа, за первый год, за первый год мы подписали 52 тысячи человек. То есть, мы побили их, мы выполнили 50 процентов за один год 50 процентов ихнего семигодовалого успеха. То, что они сделали за 7 лет 100 тысяч, мы сделали за один год 50. 52 тысяч. 52. Вы вообще представляете, что произойдет к концу этого года? То есть, не к концу календарного года, а к концу следующего года, когда мы будем в бизнесе 2 года. Я не буду говорить, что критическая масса у нас начнется в следующий год. Хотя есть большая возможность, что так оно и будет. Я строю свой бизнес, я просто делюсь с вами своей информацией, моим мнением. Мое мнение построено на той информации, которую я получил за 40, сколько уже, почти 44 года работы в сетевом бизнесе. Я считаю, что критическая масса произойдет в нашем бизнесе от 1 до 3 лет. Я не хочу сказать, что через 3 года у нас будет 700 миллионов. Нам даже столько не надо. Но если мы получим 50 миллионов, вы даже себе не представляете, что будет происходить в ваших группах. Ведь наш маркетинг, бинар, две ноги. У нас просто сейчас очень будет намного лучше бинар, чем какой-либо. В двух словах скажу о бинаре. Бинар – это самый лучший маркетинг. Любой бинар, который только существует в сетевом бизнесе. Объясню, почему я так сказал. Знаете, говорить можно все, что хочешь, оно денег не стоит. Но есть такие вещи, как цифры, которых никто обмануть не может. Что это значит? На сегодняшний день, господа, во всем сетевом бизнесе и во всем мире зарегистрировано более 60 тысяч сетевых компаний. Это официальных сетевых компаний, которые работают. Из них только 220 компаний, которые торгуют 100 миллионов долларов в год и больше. Только 220. Среди этих 220 компаний только 18 компаний, которые торгуют 1 миллиард долларов в год и больше. Это наверное более 90 процентов, если не больше, этих компаний имеют бинар. Поэтому они и торгуют так много. Почему? Потому что в таких компаниях легче людям приходить в бизнес и легче строить свой бизнес. Потому что только две ноги. И каждый человек, который начинает строить бизнес, он создает переливы для тех людей, которых он приводит. А каждый человек согласится, что это очень большая мотивация для дистрибьютора, которого пригласили в бизнес и до того, как он начал работать, у него уже начинает строиться компания, строится бизнес. Вот это мелочи может быть, но они очень важны. Поэтому факт, что только именно в бинарных компаниях самые большие обороты. О чем это говорит? Сегодня я хочу вам с вами поделиться о нашем новом маркетинге. В смысле маркетинг у нас как было и есть остается в бинарном, просто будет много добавлений, добавлений очень хорошие. Все это сделано для того, господа, что компания начинает готовиться к критической массе. Это очень важно, потому что во время критической массы начнет приходить очень большое количество людей. И поэтому очень важно, чтобы люди, которые придут приходить в бизнес, они начнут зарабатывать. Кстати, добавлю то, что я не сказал для людей, которые первый раз слушают от меня вот это сравнение с Dropbox и нашей компанией. В Dropbox продукт стоит от 10 до 12 долларов в месяц, у нас он стоит 10 долларов в месяц, в Dropbox вы получаете максимум за эту сумму 2 терабайт memory, у нас вы получаете 6 терабайт memory, то есть в 3 раза больше, плюс у нас вы зарабатываете деньги, в Dropbox вы деньги не зарабатываете. Так что вы видите, что во всех критериях мы лучше, поэтому если они сделали то, что они сделали за 7 лет, я уверен, что мы такое сделаем за 3 года. И те люди, которые придут, я просто повторяю, в наш бизнес до этого взрыва именно те люди в результате станутся богатыми людьми. Сейчас я вам открою свой экран и мы начнем нашу встречу о нашем маркетинге. Господа, маркетинг новый, он будет запущен 1 июля, то есть следующего месяца, то есть первые первые чеки люди начнут получать через месяц, потому что это будет первый месяц июля. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь, господа, что это все очень новое и это новое для меня. Что-то я могу еще не до конца 100% знать, поэтому кое-чего я буду пропускать. Первый Zoom тренировка произойдет для всей компании во вторник, я извиняюсь, во вторник, в следующий вторник. И после этого у нас появится намного больше понимания нашего маркетинга и, естественно, я буду задавать вопросы, я уже договорился с человеком, который ответственный после этой встречи, если у меня еще будут какие-то непонятки, я с ней свяжусь, мне все объяснят и я еще раз сделаю презентацию. Самое главное, чтобы вы поняли, есть несколько вещей очень важных и очень главных. Ну, первое, у нас будет восемь видов платы. Восемь. Раньше у нас было, я не помню, три или четыре, теперь у нас восемь. Это Customer Acquisition Bonus, Tier 1 Cycle Bonus, Tier 2 Cycle Bonus, Cycle Matching Bonus, Generational Bonus, Dynamic Корпоративный Бонус, Rank Бонус и Leadership Бонус. Сейчас мы это все по частям, я вам покажу и объясню. Значит, первый. На сегодняшний день все должны стремиться стать Каппер. Потом вы по ходу действия вы поймете, что это значит. Когда вы становитесь Каппер, потом Silver и Gold, у вас будет первый Tier Cycle. Все уже помнят, как у нас платят Cycle. Если у вас с одной стороны два человека, с другой стороны четыре человека, и это могут быть люди, которых привели вы лично, или люди, которые пришли сверху, то это первый Cycle, и вы получаете с маленькой ноги до 25% с той суммы, которую люди платят каждый месяц. Поэтому я думаю, что вы понимаете, в принципе, это очень-очень просто. Для того, чтобы быть квалифицированным в нашем бинаре, вы должны привести два человека. Одного вы должны поставить влево, второго вы должны поставить вправо, и вы становитесь Каппер. Самый весь интерес начинается, когда вы доходите до золота, и на следующих страницах я вам расскажу, что нужно сделать конкретно, чтобы добиться каждого уровня, и вы увидите, что это не так тяжело. Когда только вы становитесь золотом, вы еще начинаете получать генерейшнл бонусы. Как это вы будете получать, я расскажу позже. Как только вы становитесь сапфиром, вы начинаете еще получать мэтчинг бонусы. То есть вы будете получать мэтчинг бонусы с каждого дистрибьютора, которого вы привели сами лично в бизнес. Все, что он будет получать в своих цайкл, со своих слабой ноги, вы будете получать сначала на уровне сапфира 25%, максимум 1000 долларов в месяц с каждого человека. И как только вы дойдете до даймонд, вы будете получать 100% мэтчинг бонус с каждого дистрибьютора, которого вы привели сами лично. кстати, 7 уровней. Когда вы стали сапфир, вы получаете 4 уровня. Что такое уровень? У нас бинар, только две ноги, но всех людей, которых вы привели сами лично, даже если вы привели 10 человек, то это ваш первый уровень. Всех людей, которых они привели сами лично, это ваш второй уровень, так далее, тому подобное. Поэтому вы видите, что 3, 4, 5, 10 уровней в результате вашей заработки и самые большие доходы. И сейчас мы в отдельности говорим о каждом виде оплаты. Значит, первое, здесь ему показывается в процентном состоянии, сколько компания выплачивает за каждый, например, первый сап, это кастомер аквизишн бонус, компания на это платит 25 процентов со своего дохода. То есть со всего дохода компания будет платить нам 75 процентов. То есть если компания заработала 100 долларов, 75 долларов идет обратно дистрибьютору. То есть это очень высокий номер, потому что в среднем во всех сетевых компаниях это обычно от 45 до 50 процентов. У нас 70 процентов. На циклы компания выплачивает 37 процентов. генерейшнл дайнамик компенсейшн 25 процентов. У нас будут 9 пулов, я поговорю о них потом, 9 процентов и лидер бонус 4 процента. И все мы это сейчас обговорим. Значит, господа, это одна из самых важных страниц, потому что на этой странице показывается конкретно, что вы должны сделать для того, чтобы добиться того или иного результата. Первый результат это бронз. Как только вы привели одного человека в бизнес, сами лично, вы становитесь бронз. Второй купер, копер. Как только вы привели два человека сами лично, то есть один с левой стороны, один с правой стороны, это копер. Скоро вы поймете, почему это очень важно. И каждый человек, который приходит в бизнес, первая его задача стать копером. Это кажется по-русски медью. Мы будем говорить по, как пишется здесь. И первая ваша задача помогать всем людей, которых вы привели сами лично, чтобы они сделали то же самое, а чтобы они помогали своим дистрибьюторам. Это будет очень важно, потому что это единственное одно из очень важных моментов, чтобы вы были квалифицированы до черного бриллианта, до black diamond. Без этого вы, как видите, вот в этой placement, где написано, видите, что нужно всего лишь иметь, в смысле в третий, нужно всего лишь иметь капером, до 10 каперов, чтобы дойти до самого высокого уровня. Сейчас мы обсудим это все сразу. Значит, первое, на что вы должны вообще стремиться и сделать свой гол, стать голд, золотом. Почему? Потому что, когда вы становитесь золотом, вы попадаете, получаете первые три уровня, три уровня, вы будете получать, первые три уровня, вы будете получать не matching бонус, а бонусы, это generational бонусов с трех generations. Это очень, очень важно, чтобы вы это поняли, господа. Как только вы достанете сапфиром, для того, чтобы, я извиняюсь, для того, чтобы стать золотом, вам надо иметь, вы должны привести сами лично всего пять человек. У нас уже в группе многие люди, которые имеют намного больше. Вы должны привести сами лично пять человек в бизнес. Двое из них должны быть влево, и двое должны быть справа. У вас должно быть из трех из пяти, значит, когда вы привели пять человек, это называется пять ног. Из этих трех ног, в трех ногах из пяти, у вас должно быть по одному каперу, капер, то есть один капер в одной ноге, один капер во второй ноге, один капер в третьей ноге. Как только вы это сделали, и в общем сложности у вас в группе двадцать пять дистрибьюторов, это все, переливы в данном случае не засчитываются. Благодаря этому вы становите голд. Самое главное, следующее, где все только начинается, самое интересное, с точки зрения заработка денег, это сапфир, потому что когда вы становитесь сапфиром, вы также будете получать еще генерейшнл бонусы на четырех уровнях, и вы будете получать мэтчинг бонус на четырех уровнях, и мы об этом поговорим попозже. Для того, чтобы стать сапфиром, вам надо привести лично десять человек, и у нас много дистрибьюторов в нашей группе уже сделали больше. Из них двое должны быть в левом, и двое должны быть в правом. и у вас должно быть в пяти ногах по куперу в каждой из этих ногей, и общее количество людей пятьдесят человек. Одну секундочку. я должен сделать всех мьют. Окей. Я даже не буду застреваться на всех, но даже чтобы стать бриллиантом, где вы начинаете получать сто процентов мэтчинг бонусов, как вы видите, вам надо только привести двадцать человек самому личному, два человека слева, два человека справа, это уже не меняется, и вы должны иметь два купера в шести ногах. То есть, вы должны привести двадцать человек, но только в шести ногах требуется по два купера в каждой ноге, два капера. я уверяю, что это будет согласиться, что это не тяжело, и у вас общее количество людей в вашей группе должно быть тысячи человек. И это мы говорим бриллиант. Люди, в смысле не тысячи человек, я извиняюсь, 600 человек. Люди, которые дадут за бриллианты, это уже люди будут зарабатывать серьезные деньги. Пойдем дальше. Значит, Customer Acquisition Bonds, что это такое? Это как было раньше, это не поменялось. Как только вы подписываете первого дистрибьютора в бизнес, нам платят комиссионные с месячной оплаты, то есть месяц вы платите 9,97 и первый месяц вы получаете с такого дистрибьютора 200%, то есть почти 20 долларов. Это только первый месяц. Если человек проплачивает за год вперед, это 99, почти 100 долларов, вы получаете 50%. У нас есть продукт VIP, но это только для тех людей, которые это интересуют. Если партнер приходит в бизнес и покупает этот продукт, то вы получаете 25%. 25% мы будем получать теперь только от людей, которые просто клиенты, не дистрибьюторы, которые просто подписались не в бизнес, а просто купили продукт, там у нас другая цена, кажется, 8 долларов чем-то, которые только купили продукт, просто чтобы пользоваться этим продуктом, их не интересует бизнес. С таких людей со всех вы будете получать 25% каждый месяц. На этой страничке немножко показывается вам, сейчас я объясню, как это выглядит, чтобы стать Gold, потому что Gold, в принципе, это первое самое важное место достижения для вашего заработка и для вашего успеха в компании. Желтым круг это вы. Опять-таки не перепутайте, мы бинар, у нас только две ноги. Здесь показываются те люди, которых вы привели в бизнес сами лично. Поэтому здесь показывается, чтобы стать купером, в смысле, чтобы стать Gold, вам надо привезти минимум пять человек. И вот это желтым, извиняюсь, зеленым цветом показано, это все те люди, которые пришли, именно привели вы их лично. Из них у вас в трех ногах, а вот эти синие кружки, это люди, которых они привели. Поэтому вы должны иметь в трех ногах каждого человека капер. Вот вам показывается, первый капер стал, это которого вы лично привели. Второй капер стал, видите, на вашем третьем уровне, это которого тоже через людей вы привели дистрибьютора, а он уже привел этих людей. Это тоже засчитывается. И здесь также третий. Поэтому вы видите, что не обязательно, чтобы человек стал капером, которого вы привели сами лично, чтобы люди, которые но это через ваш спонсорщик. То есть если я привел Альбертоса, а Альбертос привел Владимира, и Владимир стал капер, это мне тоже засчитывается. Плюс вы должны иметь общие сложности под собой 25 человек. Только имейте ввиду, что вам засчитывается с одной ноги только 25, если я не ошибаюсь, 25 человек может с вами только засчитываться в одной ноге. Но дальше вы увидите, почему это имеет значение. Здесь вам показываю опять дерево, в смысле бинар. Вот видите, вот это первый бинар. Это вы, и у вас левая нога, и правая нога. А с правой стороны это показывается вам enrollment tree, то есть людей, которых вы привели сами лично. Видите, здесь раз, два, три, четыре, пять человек, и кого они привели. Поэтому хоть у нас, когда вы открываете, вы видите бинар, и людей, которые вы приводите сами лично, они могут быть у вас на первом уровне в бинаре, на двадцатом уровне, на сотом уровне, но все равно всех людей, которых вы привели сами лично, будут всегда считаться ваш первый уровень. Если что-то вам еще непонятно, это нормально, вы сможете пересматривать это, и мы будем говорить об этом много раз. Когда вы встречаете первый рамн с каким-то маркетингом, не всегда это становится очень понятно. Обычно я говорю, вы поймете на самом деле свой маркетинг, в данном случае, когда вы станете золотом, а потом особенно выскочило уже у меня из головы сапфиром. Когда вы станете особенно сапфиром, вы сразу поймете вся прелесть нашего маркетинга. Здесь опять-таки показывает, такая фигура будет у нас в кабинете, и вы всегда сможете зайти в кабинет и посмотреть на такого типа картинку, где вам нужно кому помочь, чтобы выполнить то или иное звание. Поэтому у вас будет полный отчет в вашем кабинете, вы будете знать, например, вы в кабинете увидите, что вот у вас уже один стал купер, капер здесь, капер здесь, и одного капера не хватает в третьей ноге. И значит вы должны будете помочь кому-то в третьей ноге, чтобы он тоже стал капер, и тогда вы сразу становитесь золотом. Поэтому в данном случае это будет очень хорошая вещь, что они будут показывать нам каждому дистрибьютору в кабинете, что ему надо знать и сделать, кому надо помочь, и в какой именно ноге, чтобы вы дошли до такого определенного уровня. Поэтому это тоже будет большой плюс. В этом здесь вам показывают сайкл-бонус. И сайкл-бонус будет, ну вы сейчас увидите, что сайкл-бонус будет увеличиваться. Одну секундочку, дайте я прочитаю. В данном случае сайкл-бонус начинается у это первый тайр у капер, силвар и голд, и с платин начинается еще второй. Я не совсем понимаю до конца эти все бонусы. Здесь показывают 25% до тысячу, здесь показывают уже эмералл 50% до двух тысяч. Мы об этом поговорим немножко больше, потому что в данном случае у меня тоже у самого есть вопрос. У нас будет до 10 generations будет бонус, который начинается с золота. Помните, я вам говорил, что как только вы дойдете до золота, у вас еще будет generational бонус. Что значит generational бонус? Со всей generation допустим вы стали золотом, но у вас могут много людей быть под вами, и они будут смотреть на боях ногах, видите, right and left, то есть с большой ноги, теперь вы тоже будете получать комиссионные, потому что очень часто получается в бизнесе бинаре, что одна нога взорвалась, потому что туда попал кто-то серьезный человек, может быть вы привели одного влево, одного вправо, а именно в большой ноге, того, которого вы очень сильно, и generational бонусы будут засчитываться не с перелива, это должны люди, которых вы привели сами лично, и поэтому если у вас в одной ноге вы провели человека сами лично, и он взорвался, а в другой ноге у вас ничего не происходит, вы все равно будете получать, как только вы станете золотом, generational бонус, то есть три generations, два с половиной процента со всей той суммой, которая у вас собралась на всех трех generations. Я вам повторю еще раз, что такое generation. Всех людей, которых вы привели сами лично, это ваша первая generation. Всех людей, которых они привели сами лично, это ваша вторая generation, и всех, кого вторая generation привела сама лично, это ваша третья generation. Поэтому у вас на третьем generation может быть не десятки, сотни, может быть даже тысячи человек. И вот смотрите, как только вы станете сапфиром, вы уже получаете четыре generations, и это будет доходить до десяти generations. Поэтому эти суммы госпорадам в будущем это будут самые большие ваши заработки, потому что они будут идти с обоих лег. человек. Идем дальше. Здесь показывается как платит эта generation. Как вы уже видели, это платится на десяти уровнях. Здесь показывается одиннадцать, потому что первый уровень это вы сами, а после вас идет десять уровней. Это если вы добились до самого высокого уровня. В данном случае и видите, как здесь показывается. Вот вы стали голд. Или например, вы выше, вы голд. Это первый уровень. он может перевести четыре человека. Ну, по идее он проведет больше, потому что помните, чтобы стать золотом, человек должен привести минимум пять человек, поэтому перед каждым generation будет минимум пять человек, а то и больше. Здесь показывает, здесь просто показывает цифры людей. Эти цифры немножко занижены, потому что если вы помните, чтобы стать золотом, вы должны иметь двадцать пять человек в группе, и пять должны привести с нами лично, но между всеми этими людьми вы будете получать комиссионы. значит, господа, если вы станли gold, золотом, значит, вы получаете три уровня generational bonus, то есть два с половиной процента с обоих ног, вы получаете с трех уровней, ну, три generation, понимаешь, вот это у вас получается первый, здесь немножечко запутано для меня, потому что вы, это не первый уровень, первый уровень должен быть здесь, а не, я ошибаюсь, все правильно, вы первый уровень, это второй уровень, и это третий уровень, и вот здесь показывается два, три, три, с этой стороны два, два, три, три, и между ними все люди, которые будут в этой организации, вы будете получать комиссионный этот бонус со всех, два с половиной процента со всей этой организации, значит, если у вас золото находится, вы получаете два, два с половиной процента со всей его организации, она может быть, добиться конечности, вы со всей этой организации будете получать мэтчинг бонус, ой, извиняюсь, не мэтчинг бонус, а генерейшн бонус, и то же самое с другой ноги, то есть вы будете получать генерейшн бонус с обоих ног. Дальше, значит, опять-таки здесь повторяется, значит, будет у нас также компрессион, когда вы становитесь золотом, и платином, тут вроде этой компрессион не будет, она начинается с афира, об этом мы поговорим тоже позже. Эту страничку я тоже пропущу, как я вам сказал, есть некоторые вещи, в которых я сам еще не разобрался, самое главное, конечно, это мэтчинг бонусов и генерейшн бонусы. На этой странице показывается, если вы стали золотом, то вы получаете первое генерейшн, второе генерейшн, и третье генерейшн. А четвертое, пятое, шестого может получать, вот если над вами бриллиант, который над вами находится, такое может быть. У меня, например, в группе уже есть люди, которые выше меня, они уже достигли высшего уровня, они начнут получать. В принципе, на это я не думаю, что нам нужно сейчас затачивать внимание, самое главное, что мы должны понимать, что мы получим три генерейшн голд, и все, кто между ними, два с половиной процента с левой ноги и с правой ноги. Но для этого вы должны стать золотом сами лично. Поэтому понимаете, как это важно. Это я тоже пропущу. Вот здесь начинается, еще тоже интересно, у нас еще компания будет девять бонусов. Начинаются эти бонусы с Апфира. Это еще одна из причин, почему очень важно ставить голд, дойти до Сапфайра. Что это значит? Каждый месяц полный доход всей компании, один процент этого дохода будет, они будут вкладывать в каждый пул, например. У Сапфайров будет один процент дохода всей компании. Пул Эмералд будет иметь один процент дохода всей компании. Пул Руби и так до Блэк Даймонда будет девять пулов. Например, если вы попали в пул Сапфира, раз в месяц этот один процент дохода всей компании будет делиться между всеми Сапфирами. Как вы понимаете, Сапфиров всегда будет больше, например, чем Эмералдов. Поэтому, если вы попадете в пул Эмералдов, то вы будете получать долю из пула Сапфиров и из пула Эмералдов. Если вы попали в пул Руби, то, естественно, Рубинов будет намного меньше, а сумма будет та же самая. 1% всего дохода компании будет вкладываться в этот пул и каждый Рубин получит свою часть. Но эта часть будет больше, потому что Рубинов будет намного меньше, чем Сапфиров. Но если он будет Рубин, он будет получать из пула Рубина, пула Эмералда и пула Сапфира. Это еще экстра то, что нам подается. Для чего? Для того, чтобы мотивировать людей приблизить эту критическую массу. Вот эта страница это то, что понравилось очень мне. Потому что многие знают, что у меня одна нога очень большая, тысячи, тысячи и тысячи людей. А другая нога намного меньше. Теперь благодаря вот это именно этому, этой оплате у людей, у которых будут большие ноги в результате, потому что в результате у вас одна нога будет намного больше, чем другая. Вы все равно будете получать этот бонус. Он начнется с Рубина. Значит, когда вы станете с Апфиром, следующее, что вам надо сделать, как больше, быстрее стать Рубином. А что для этого надо? Помочь больше людям стать капором. Я вам тут показываю пример. Например, у вас в вашей маленькой ноге 75 тысяч долларов оборот. А большая нога у вас уже улетела вперед. Что делают они? Вы берете 2 процента. Вы берете, но это показывается, если вы бриллиант, блюдаемый. Вы берете 2 процента. 2 процента от всей эти суммы от 75 тысяч и умножаете это 2 процента на 5. Видите, тут показывается 5. И получается 7500 долларов бонуса. Это вы получаете экстра за счет того, что у вас большая нога есть. Когда вы знали руби, то этот процент всего лишь квотер процента. То есть вы берете квотер процента от той суммы, которая у вас находится в деньгах в вашей слабой ноге, берете 2 процента и умножаете на 2 раза. И эту сумму вы получаете экстра бонус. в результате этот бонус будет до 6 процентов, до 4 процентов и увеличивается в 6 раз. Я вам сейчас приведу еще раз пример. Допустим, вы стали рубин. Чтобы вы просто поняли. Допустим, вы стали рубин. И у вас в группе уже, ну, если вы будете рубин, то у вас будет уже 1050 оборот. 50 тысяч долларов в оборот в слабой ноге. Вы берете квотер-процент, это получается 125 долларов и умножаете на 2. То есть, вы получаете еще 250 долларов каждый месяц. А если вы дошли до бриллианта, до бриллианта, и у вас, мы будем считать, 50 тысяч долларов, будет уже больше, вы берете полпроцента, это 250 долларов, но умножаете на 3. У вас уже бонус 750 долларов каждый месяц. И эти бонусы только растут, и это все экстра. Это для чего существует? Для того, чтобы люди строили свой бизнес, помогали, и в результате этот бонус будет до 4% и в 6 раз больше, умножать на 6. В принципе, самое главное, что вам надо сделать? Хиткапер, дойти до хиткапера и повторить, и помочь своим людям сделать то же самое. Все, что от вас требуется. И еще раз покажу, эту страничку, где будет показано у вас в кабинете где-то такого типа, что вам нужно сделать для того, чтобы дойти до определенного, до следующего уровня. Поэтому у вас будет помоги, так, чтобы не получилось, например, что у вас все готово, все есть, и вы не можете дойти до сапфира только потому, что вам не хватает одного капора. поэтому будет именно такая система, чтобы вы знали, кому нужно помочь, если такая помощь, вы нуждаетесь такой помощи, поэтому это будет у вас в кабинете каждый месяц. Вы сможете смотреть и обращать внимание на ту или иную информацию. вот это в принципе все то, о чем я хотел вам сегодня рассказать про новым маркетингом. некоторые вещи, которые я еще не понял до конца, поэтому я пропустил эти странички, но самое главное, самое главное, наши бонусы, которые компания для нас создала, это просто обалденные, но они будут помогать только тем людям, которые строят бизнес. У меня на днях был разговор с одной женщин, не буду называть ее имя, она мне позвонила, она, если я не ошибаюсь, в Канаде живет, она мне говорит, Майкл, мне понравился твой бизнес, я хочу стать твоим партнером, но я хочу тебе сразу предупредить, я строить бизнес не буду, смогу ли я что-нибудь получить от переливов, я ей сразу сказал, слушай, если тебе нравится продукт, тебе не надо становиться моим партнером, ты можешь просто зайти, там кажется 8 долларов и купить тебе 2 терабайт и тебе будет все, как говорится, в шоколаде, но если ты хочешь прийти в бизнес, рассчитывая, что ты ничего не будешь делать, а я должен для тебя строить бизнес, я тебе сразу скажу, мне такие партнеры не нужны даже даром, господа, это бизнес, это бизнес сетевой, где нужно рекрутировать людей, для чего, это как любой традиционный бизнес, если завтра вы открываете магазин по продаже мужской одежды, и вы продаете эту одежду, просто вы занимаетесь продажей, мы занимаемся продажей тоже, только как у нас продажа, мы рассказываем потенциальным людям о нашем продукте, что если этому человеку понравится продукт, он приходит в бизнес и начинает делать тоже, поэтому нам не надо продавать, открывать магазин и продавать этот продукт и рекламировать этот продукт, потому что без рекламы все равно никто к вам не придет, это все равно, что если вы завтра откроете самый лучший магазин по продаже мужской одежды в мире, с самым дешевым продуктом, самая лучшая цена, но если кроме вас об этом никто не знает, как долго вы думаете просуществует ваш бизнес, вы не выстоите год, вы должны рекламировать, то есть что вы должны делать, у вас в руках есть информация, вы должны ее дать как можно большим количеством людей, это то же самое, что делаем все мы, мы ничем не отличаемся от традиционного бизнеса, у меня у самого было два ювелирных магазина в городе Филадельфия и компания по продаже медицинского оборудования в Нью-Йорке, я всегда занимался сетевым бизнесом на стороне, и я поэтому прекрасно это понимаю, чем бы вы ни занимались этой информацией, вы должны ее просто рассказать, чтобы люди знали, что да, есть у вас такой магазин, да, есть у вас такой продукт, потому что если никто об этом знать не будет, вы никогда ничего не добьетесь, сетевой бизнес отличается только тем, что в сетевом бизнесе не надо вкладывать такие большие деньги, у меня были оверхед, это называется, то есть я платил за аренду, зарплатой, ну, наверное, от 200 до 400 тысяч долларов в год, это деньги только уходили на зарплаты и на аренды, здесь вам не надо тратить такие деньги, и на рекламы, здесь вам такие деньги не тратить, не надо, здесь вообще это стоит копейка, господа, бизнес, который вы должны платить 10 долларов в месяц, я вообще считаю так, что наш бизнес бесплатный, наш продукт бесплатный, вы еще даже не представляете, особенно новые люди, которые пришли в бизнес, какие у нас есть инструменты бесплатные, 10 долларов, то, что я плачу каждый месяц, я плачу за аренду своего бизнеса, вот так у меня настроена моя философия, моя психология, я не знаю, как это еще высказаться правильно, мой бизнес бесплатный, кстати, когда я разговариваю с людьми, у меня спрашивают, сколько стоит твой бизнес, я всем говорю, ничего, бесплатно, вы просто должны платить 10 долларов аренду в месяц, и когда люди такое слышат, особенно успешный бизнес, для них это просто, это анекдот, это смешно, они сразу хотят зайти в такой бизнес, потому что, если вы завтра откроете традиционный бизнес, ваша аренда будет, наверное, 1000 долларов в лучшем случае, или намного больше, у меня были аренды более 10 тысяч долларов в месяц в моем бизнесе, поэтому 10 долларов в бизнес аренда это чепуха, Каспара, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, вы можете мне задать, или вот я вижу, Альбертос поднял руку, Альбертос, анмьют, и можешь задавать мне свой вопрос, Майкл, я как всегда буду задавать наводящий вопрос, те вопросы, на которые, возможно, я имею ответ, первый вопрос, ты говоришь, вот тебе структуру становятся люди, это и клиенты, и дистрибьюторы, правильно я понимаю? в структуру только дистрибьюторы попадают, клиент в структуру твою не попадает, он в тебя в бинарный, ты просто получаешь от него 20 тысяч каждый месяц. А если он просто купил дистрибьюторское место, но только использует продукт, он попадает уже в мой бинар, правильно? Он попадает в твой бинар, и он заработает деньги только в том случае, если ты сам лично будешь строить ему и левую, и правую ногу, потому что у нас полная контроль, куда мы хотим поставить людей, влево, или вправо, или внутренние ноги. Теперь там было слово циркл, по-моему, это цикл имеется в виду, Цикл, да, цикл. Да, цикл, это цикл, понятно. И теперь следующий вопрос. Если человек заходит в бизнес, мы получаем с первой его покупки 25 процентов сразу, то есть быстро. Это быстрые такие деньги, правильно я понимаю? Если человек заходит в бизнес в первый месяц, ты получаешь эти 200 процентов, то есть 20 долларов. А, 200 процентов, да? Ну, как было раньше, да, с 10, я округляю, ты платишь 9,97, ты платишь 10 долларов, ты получаешь 20 долларов. Один раз ты получаешь этот бонус этого человека. Хорошо, а в следующие месяцы я получаю уже циклы. Циклы. А от того, что человек купил продукт в моей первой линии, я же тоже получаю, по-моему, да? В первой линии покупает продукт. Ты получаешь? Нет, теперь этого не будет. Только ты будешь получать 25 процентов только с людей, которые пришли в бизнес, но не дистрибьютор. А со своих людей, которых ты сам привел лично, теперь ты будешь только получать matching bonuses, generational bonuses и циклы. Окей, пока вопросов нет. Я вижу, Николай поднял руку, пожалуйста. Алберт, Майкл, добрый день. Первый вопрос. Нельзя ли поставить видео тех говорящих, потому что отключил организатор видео? У меня видео идет, я записал. Нет, видео говорящего. Видео говорящего. Ну, я себя не вижу и не вижу, кто вопросы задает. А, ты хочешь? Камеру, камеру, камеру. Камеру, камеру. Я ее уже отключил, я не знаю, как тут ее включить. А, подожди, одну секунду. Сейчас включу. А то получается, как-то человека, когда не видишь, когда не воспринимаешь его. Вот я также задал возможность включить. А, да? Да. Ну, все, я появился, себя вижу, поэтому уже можно разговаривать. Ну, я, во-первых, сказал бы, подтвердил бы ту мысль, что маркетинг, он не приходит сразу. Поэтому вот те трудности вроде как это в понимании маркетинга, это ничего страшного такого нет. Да, это только приходишь потом, когда окунаешься уже в работу, когда начинаешь первые деньги получать. Вот тогда, но у меня много практических вопросов, и я не знаю, вот как все-таки я не могу найти нигде в тех зумах, которые вот состоялись раньше. Ну, чисто такие детальные вопросы, допустим, как ставить там налево, направо, каким образом, как увидеть дерево, допустим, под тобой, у меня-то не видно пока, пока людей нету. Вот, я хочу многих приглашать, потому что вижу перспективу, но не совсем понимаю, вот как. И мне бы очень хотелось узнать, ну, истории тех людей, которые уже зашли с апреля месяца, как только компания тоже началась, да, но за какие сроки, допустим, выходить на какие-то результаты, мне бы это тоже было очень важно. мне бы очень важно было все-таки по выводу именно в странах СНГ, в странах СНГ, почему, потому что карты вроде как мы не можем использовать, да, у вас-то просто, просто завел, вывел, никаких вопросов, у нас, допустим, по криптовалюте, какие криптовалюты можно использовать, я первый раз видел, когда заходил, там около 50 токенов есть, да, а какие лучше использовать, это чисто в практическом значении, которые дают меньше всего комиссии, комиссии, вот такие хотел бы видеть, да. Окей, давайте я вам отвечу, пока я не забыл все вопросы, во-первых, я попрошу или Анатолий Бондарев, или кто-нибудь скиньте свою нашу открытую группу в телеграме, адрес сюда, вы всегда можете, Николай, зайти в эту группу и задать такого типа вопросы, и вам ответят люди, которые уже проплачивали криптовалюты, потому что я живу в Америке, и у меня все идет с карточки, я криптовалюты не проплажу. Майкл, я могу ответить на этот вопрос насчет, я через УСДТ, но использую ТОН именно, сеть, там нулевые проценты. А, ТОН, замечательно. Знаете, я извиняюсь, одну секундочку, давайте я остановлю запись, потому что она будет очень длинная, а потом мы останемся и продолжим отвечать на ваши вопросы. Я просто хочу закончить эту встречу. Для тех, кто видит нас на Ютьюбе, большое спасибо. Если вам что-то понравилось, пожалуйста, добро пожаловать в бизнес. Обратитесь обязательно к тому человеку, от кого вы получили эту информацию, и если вам понравилась эта информация, пожалуйста, нажмите лайк. и на этом я заканчиваю эту встречу, господа. Спасибо и до следующего раз. Субтитры создавал DimaTorzok